Самовольно занимали землю и использовали территорию не по назначению. В Нефтьюганске обнаружили ларьки, установленные с нарушениями. В городе завершилась инвентаризация нестационарных торговых объектов. Рабочая группа была сформирована в декабре. За 4 месяца специалисты проверили больше 100 павильонов. Обследовали киоски на частных территориях, на землях общего пользования и на придомовых территориях. Выяснилось, что в установке 47 ларьков были допущены серьезные нарушения. Так, например, под одним из киосков располагаются инженерные коммуникации. А это по закону недопустимо и является основанием для демонтажа. Сейчас судебные приставы уже возбудили исполнительное производство и осуществляют контроль за объектом. Рабочей группой, в состав которой входили представители структурных подразделений администрации города Нефтьюганска, депутаты Думы города Нефтьюганска, а также представители ресурсособжающих организаций города Нефтьюганска, проведено 133 выездных обследования нестационарных торговых объектов. Больше всего таких нарушений у нас на придомовых территориях, где управляющие компании предоставляют в аренду подразмещение нестационарных торговых объектов, которые находятся в охранных зонах. Жители Сургута и Сургутского района собрали 367 килограммов пластиковых крышечек для помощи детям. Такой результат достигли в рамках благотворительного проекта «Добрые крышечки». Напомню, чтобы принять участие в акции, надо сдавать пластик в экоцентры или складывать крышечки в специальные контейнеры в торговых центрах, школах и других организациях. За этими контейнерами постоянно следят волонтеры. Они сортируют пластик и очищают его, после чего крышечки отправляют на переработку, а вырученные средства отправляют на покупку инвалидных колясок и другой реабилитационной техники детям с ОВЗ. Юные таланты с Донбасса, возможно, смогут обучаться в Центре искусств для одаренных детей Севера. Накануне губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с труппой Донецкого музыкального драматического театра имени Марка Бравуна. В Ханты-Мансийске артисты подвели итог гастролей по Югре, а также обсудили с главой региона возможности дальнейшего сотрудничества. Это и формирование межрегиональной гастрольной карты, а также получение дончанам образования по направлениям хореографии и вокал на базе Центра искусств для одаренных детей Севера. Напомним, что театралы из Донецка были на гастролях в Югре и покорили сердца зрителей из Сургута, Когалы, Манягани, Югорска и Ханты-Мансийска. А накануне после встречи дали концерт «За победу» в Ханты-Мансийске. И еще у вас есть фестиваль малых форум, да, мизансцена. И я полагаю, что мы найдем возможность и направим, если примете наш театр, обско-угорских народов, для участия в вашем форуме. И мы были поражены оснащением площадок. Насколько все сцены готовы, насколько все обустроено, насколько все комфортно, а самое главное, профессионально. Все площадки просто, ну вот, мне никто не даст соврать, начиная с технического оснащения, заканчивая персоналом всех театров, филармоний, заведений. Встреча состоялась в день 200-летнего юбилея Александра Николаевича Островского. К слову, один из спектаклей Донецкого театра поставлен по пьесе великого русского классика. Речь идет о постановке «Наливные яблоки». Гостей из Донецка приветствовали участники и организаторы Международного театрального фестиваля «Островский в доме Островского». «Островский в доме Островского»